Чем дышит Цивильск, как себя чувствуют его жители и что их волнует? Эти и другие вопросы глава Чувашия Михаил Игнатьев задавал на месте. Он с рабочим визитом посетил районный центр. Подробнее в репортаже моих коллег. В микрорайоне Южный-2 строится 16 коттеджей. Завершается строительство одного многоквартирного дома. Вскоре 11 семей получат квартиры по программе переселения из аварийного жилья. По словам министра строительства Олега Маркова, в этом микрорайоне в ближайшие три года появится еще 9 таких многоквартирных домов. Также в Цивильском районе готовятся новые стройплощадки для индивидуального жилья. 112 многодетных семей получат земельные участки. За три года справимся, нет? По переселению. У нас всего еще осталось 2050 квадратных метров по Цивильску. Это 57 семей. У нас немного, мы должны справиться. Михаил Игнатьев посетил Цивильскую спецшколу для слабослышащих детей. Здесь учатся дети из разных уголков Чувашии. Глава республики отметил, что в школе-интернат созданы все необходимые условия для обучения и проживания детей с нарушениями слуха. Государство сегодня создает все для того, чтобы вы ощущали себя здоровыми, нормальными, смелыми, достойными, целеустребленными гражданами Российской Федерации. За вами будущее. А вот Цивильская больница нуждается в ремонте. Об этом с порога главе республики заявила министр здравоохранения Алла Самойлова. В рамках программы модернизации здравоохранения на улучшение материально-технической базы районной больницы направлено более 43 миллионов рублей. Нужно больше, для того, чтобы было больше оборотов. Поэтому здесь нам приходится просто делать в одном кабинете, тогда работа уже не в две смены, а они начинают работать друг после друга. А так можно было в соседнем кабинете, если бы еще был один компьютер, нужно было бы посадить параллельно два врача. На подведение итогов 2013 года глава администрации Цивильского района Сергей Артамонов рассказал, в 2013 году бюджет района исполнен в сумме 687,6 миллиона рублей. Бюджет собственных доходов вырос более чем на 131% к уровню прошлого года. Все сделанное за год – наша общая заслуга, общий вклад всех жителей района, потому что все мы работали как единая команда. Подводя итоги, Михаил Игнатьев отметил, что в Цивильском районе есть динамика, есть стремление двигаться еще быстрее, жить еще лучше. Глава Чувашии вручил благодарность и часы за достигнутые трудовые успехи пекарю хлебокомбината Людмиле Ивановой за многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования музыкальному руководителю детского сада номер 4 Эльвире Тимофеевой. Вручили дипломы и лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.